В жизни каждого человека главную роль всегда играет женщина. Благодаря женщине мы приходим в этот мир и первым делом попадаем в надежные, ласковые руки мамы. Первые слова, первые шаги, первые успехи – это всегда результат ее заботы. Это всегда ее любовь, терпение, мудрость и внутренний свет. В детском саду, в школе маленького человека тоже заботливо берет за руку женщина и ведет в удивительный мир знаний и открытий. Уверен, каждый из нас с нежностью хранит в сердце образ своей первой учительницы. Садитесь. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Совсем скоро будет праздник у нас, 8 марта. Что это за день? Это день мам. Это день мам и всех женщин. Сегодня я хочу вам немножко про него рассказать. 8 марта был установлен еще в начале 20 века как Международный женский день. И начали его праздновать как День защиты прав женщин. А в нашей стране он установлен с 1921 года. С 1966 года он стал выходным днем. То есть у него никто не работает. И это день, в который мы чествуем, поздравляем наших мам, бабушек, сестер, одноклассниц. Немножко заскучали, да, все? Давайте попробуем по-другому. Сейчас соберем один стол и подготовим вместе поздравления для всех тех женщин, которые нас окружают. Давайте собираем в одно место. Давайте, давайте, со стола. Так, аккуратно. Стульчик убери. Ребята, давайте лучше сделаем все вместе поздравления для наших женщин, сестренок, бабушек и одноклассниц на одном плакате. Начнем с того, что вырежем буквы. 8 марта. А пока будем мастерить, давайте поговорим про сам праздник и про тех замечательных женщин, которые у нас на Камчатке есть. У нас на самом деле есть выдающиеся женщины. Например, вот одни из самых уважаемых у нас в обществе, это ветераны Великой Отечественной войны, которая была самой кровопролитной и самой тяжелой в истории человечества. Дай бог она больше не повторится. У нас есть такая уже сейчас бабушка Салма Яновна Шарупич. Когда ей было 17 лет, представляете, 17 лет, только что закончила школу, началась война. Она в это время жила в Крыму, на юге России. Крым оккупировали фашисты, но ей удалось уехать. Она переехала в Комсомольск-на-Амуре, здесь уже на Дальнем Востоке. И, будучи буквально 17-летней девочкой, как 11-классница, которую у вас учатся в школе, она договорилась, упросила ее взять в армию. И занималась она подразделением, которое отслеживало самолеты. В ее взводе служили одни девчонки, потому что все мужчины и парни были на фронте. В настоящем бою ей тоже довелось побывать. Уже здесь, на Дальнем Востоке, где шли бои с японскими захватчиками. В том бою она получила тяжелую травму позвоночника. А после войны все-таки отыскала свою семью. И маму, и отца, которого фашисты угнали в рабство в Германию. И до сих пор она у нас живет на Камчатке, ей уже 97 лет, и делится своими впечатлениями. Я очень надеюсь, что у вас будет возможность с ней пообщаться, познакомиться. Потому что вот такие бабушки и дедушки, которые прошли войну, они для нас очень важны. Почему? Салма Яновна, она делится своим личным опытом. Вспоминает свои детские годы и рассказывает, какая тяжелая была война. А значит, мы с вами можем научиться, что сделать, чтобы ее не допустить. Давай, Маку, ТЭФ. Где у нас ТЭФ? После какой? А вы знаете, где закончилась Великая Отечественная война? Но не совсем на Камчатке. Она закончилась рядом с Камчаткой на Курильских островах. Но эту страничку во Второй мировой войне мало кто знает в России. И у нас есть такая замечательная женщина, Ирина Васильевна Витер. 20 лет занимается экспедициями. И вот представляете, на острове Шумшу, который совсем небольшой, среди океана, она каждый год ездит, проводит там несколько недель, уточняя события Курильской десантной операции, которая и поставила точку в Великой Отечественной войне. Вот такая замечательная женщина. По ее результатам у нас сняты фильмы, написаны книги, и Курильская десантная операция стала гораздо более известной и близкой нам. Но у нас женщины на Камчатке не только историки и не только занимаются сохранением памяти о военных временах. У нас есть, например, замечательные учителя. Есть такая учительница у нас на Камчатке, Ольга Владимировна Почина. Она работает в 33-й школе. И представляете, она учительница уже 38 лет. Это значит, у ее детей, которых она выпускала, не только дети родились, но и внуки у некоторых. Она выпустила более 400 детишек. У нее огромный талант передавать детям свою любовь к предмету, легко и просто объяснять сложные вещи, открывать ученикам удивительный мир математики. Вы только представьте, 105 ее воспитанников стали призерами и победителями Всероссийской Олимпиады школьников. А 5 ее учеников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов. Знаете, что такое ЕГЭ? Главный и самый сложный экзамен. Он по 100 баллам идет. Так вот, у нее 5 детей получили 100 баллов из 100. Их всего на пальцах можно перечесть. По всей стране сколько таких получают. А у нее 5 человек выпускники. Какие еще профессии, где больше всего женщин у нас? Библиотекарь. Правильно. Еще какие? Да. Полицейские. Женщины-полицейские. Доктора. А есть еще такая профессия интересная. Это актер, актриса. Вот у нас есть Камчатский театр. Знаете, где находится театр? Там у нас есть замечательная актриса Татьяна Павловна Дерегузова. Театр это очень интересное искусство, потому что оно зависит от того, насколько актер сам верит в то, что делает. Вот когда актер проживает свою роль, то мы тоже ему верим. И погружаемся в этот мир. Татьяна Павловна все свои роли на сцене проживает по-настоящему. И между прочим, вся страна знает, что у нас есть такая звезда. Татьяна Павловна постоянно приглашаются спектаклями на разные фестивали. И даже международные. Каких вы знаете спортсменок, которые у нас на Камчатке есть? Вот у нас такая есть выдающаяся спортсменка Светлана Алексеевна Голян. Она побеждала в мировых соревнованиях по самбо 8 раз. Причем в течение почти 10 лет она не знала равных на мировых соревнованиях. У нас на Камчатке живет. И, кстати, в спорте ей помогает не только в спортивных достижениях, но и в других сферах. А представляете, у нас есть замечательные семьи на Камчатке. Вот есть такая у нас Елена Юрьевна Ковалинская. У нее 5 детей собственных. И она еще усыновила и удочерила 8 приемных детей. Это те детки, которые по разным причинам остались без мамы и папы, без семьи. А они тоже хотят, чтобы их любили, чтобы о них заботились. И вот представьте, Елена Юрьевна воспитывает 8 девочек и 5 мальчиков. Каждому надо уделить время, а каждому позаботиться. Ее дети – победители городских и краевых спортивных соревнований. Все они участвуют в фестивалях и конкурсах художественного творчества. У них серьезные успехи в учебе и много разных грамот и дипломов. И это все – результат большой заботы и внимания мамы. Я лично очень благодарен Елене Юрьевне. Согласитесь, в нашем мире практически все держится на хрупких женских плечах. У нас на Камчатке именно женщины проводят сложнейшие хирургические операции. Женщины работают врачами, медсестрами в госпиталях, спасая человеческие жизни. Даже в традиционных мужских профессиях самые сложные, ответственные операции часто выполняют именно женщины, раскрывая самые запутанные и сложные преступления, обеспечивая общественный порядок в погонах, спасая людей в рядах МЧС, обеспечивая бесперебойную работу энергетики, рыбного хозяйства, туризма. Но при этом дома они в первую очередь самые прекрасные, добрые, очаровательные мамы, бабушки, жены. И именно за это мы их так любим. Только ради женщин мы стараемся быть сильными, смелыми и успешными. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с 8 марта. Ты у меня самая красивая, самая лучшая, самая заботливая. Хочу поздравить свою бабушку, потому что у меня лучшая бабушка в мире. И ради тебя я буду расти умным и хорошим человеком, чтобы ты радовалась моим успехам и гордилась. А я хочу поздравить свою сестренку. Ты для меня настоящий пример. Спасибо, что меня всегда защищаешь и даешь правильные советы. Дорогая моя любимая Екатерина Александровна, в этот праздник хочу пожелать вам почаще улыбаться. Мы всем классом будем стараться вас радовать. Спасибо за все, чему вы нас учите. Дорогие наши женщины, самые лучшие, самые красивые, самые добрые, самые выносливые. Поздравляю вас с Международным женским днем. Все наши победы, все результаты только ради вас и благодаря вам. Вы нас поддерживаете, даете нам энергию, вдохновляете на свершение. Поддерживаете в сложных обстоятельствах. Главная радость для мужчины – это счастье в ваших глазах. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте такими же прекрасными. С праздником вас, дорогие и любимые наши женщины. С Международным женским днем.